МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 157 классов в школах Самарской области закрыли на карантин. Это связано со вспышками ОРВИ. Детские и спортивные площадки, парки и подъезды. Все общественные пространства Самары дезинфицируют. Новая жизнь фасада дома 116 по улице Ленинская. В Самаре реставрируют объекты культурного наследия. В Самарской области закрыли на карантин 157 классов в 57 школах и 8 групп в 6 детских садах. Как сообщают в Министерстве образования региона, это связано со вспышками ОРВИ. Есть и один случай заражения COVID-19. Ранее инфекцию диагностировали у одного из учеников в Тольяттинском лицее номер 67. Класс перевели на удаленку, а педагогов, которые контактировали с заболевшим, отправили на карантин. Только за прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили почти 11 тысяч человек в регионе. Во всех школах региона продолжают действовать усиленные правила безопасности. О них расскажет Мария Левина. Вирверден Олеги Зунзайн, что означает «Будем все здоровы», приветствует учеников на входе учитель немецкого языка Ледмила Ермакова, вооружившись термометром. В педагогике она уже 40 лет, в таком амплуа выступать еще не приходилось. Что делать? Школа, это школа, мы здесь все делаем, все, что нужно. Говорим о том, чтобы сейчас как можно лучше усиленно соблюдать санитарный режим. Здравствуй, золото. Нормально, проходи. Времена диктуют свои правила, это понимают не только педагоги, но и ученики. Ксения Честных перешла в 11 класс, впереди экзамены и путевка во взрослую жизнь. Выбор для себя сделала непростой, хочет поступать в медицинский. Химия, как известно, наука практическая, поэтому на дистанционном обучении сидеть было непросто. Поэтому Ксения рада возможности выйти на учебу и прийти в школу. Возвращаться, так скажем, не очень легко, но учителя, они тоже идут нам навстречу, они помогают вернуться в обычный режим. На дистанционном, конечно, большая часть информации упускалась, и за счет того, что очень большая доля зависела именно от нас, от того, как мы сами будем готовиться, сами будем заниматься дома. Но я считаю, мы успешно закончили 10 класс, успешно перешли в 11. В 176 школе свыше полутора тысячи учеников. Этот учебный год, как и во всех образовательных учреждениях города, начался с ряда ограничений. Помимо уже привычного всем термоконтроля на входе, в каждом классе есть антисептики. В коридорах установлены редциркуляторы воздуха, в столовую одновременно могут попасть только пять классов. Изменилось все, говорит директор школы. Здесь составили новое расписание звонков. Для каждого класса звенит свой, чтобы не допускать скопления на переменах. Ученики могут ходить и без маски, а вот учителя, использовать средства индивидуальной защиты, обязаны. Образование – это очень крепкое подразделение государства. Оно может перестраиваться, может понимать ситуацию и быстро находить какие-то пути к решению. Мне так кажется, что образование находится рядышком с медициной, которая стоит на страже здоровья, благополучия детей и взрослого населения. Соблюдение необходимых мер безопасности на постоянном контроле у городских властей. Ежедневно до 10 часов утра каждое образовательное учреждение подает письменный отчет о термоконтроле учеников. Это не только в школах, но и в детских садах, и в учреждениях дополнительного образования. Та утренняя термометрия, которую мы проводим бесконтактными термометрами, показывала эффективную свою работу. Это нам позволяет утром не допускать к рабочим местам тех сотрудников, которые имеют повышенную температуру. И статистика подтвердила, что есть такие сотрудники. Но и также есть небольшое количество учащихся, которые приходят утром уже с повышенной температурой. Таких учащихся мы не допускаем. В таком случае ребенка изолируют в медкабинете и вызывают родителей. И далее малыш отправляется в больницу. Напомним, из-за сложной эпидобстановки в конце прошлого учебного года школьники учились в онлайн-формате, начиная с марта. Чтобы ситуация не повторилась, сейчас необходимо соблюдать элементарные правила безопасности и гигиены, говорят медики. Чаще мыть руки, использовать средства индивидуальной защиты, особенно в помещениях и транспорте, и соблюдать социальную дистанцию. Тем временем в Самаре в усиленном режиме дезинфицируют детские спортивные площадки, подъезды домов, парки и общественные пространства. Сколько средств уже израсходовали и какой запас имеется, выяснил Сергей Кизоркин. Раствор хлора смертелен для вирусов и бактерий, но безопасен для людей и животных. Вот уже полгода его используют в Самаре для дезинфекции городских пространств. Новый сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромные под пристальным прицелом специалистов спецремстройзеленхоза. Здесь регулярно обеззараживают скамейки, тротуары и спортивный городок. За один раз уходит порядка шести кубометров раствора. Сквер видоизменился. Жители его очень полюбили, часто посещают, особенно в выходные дни здесь массовое гуляние, можно сказать, родители с детьми. Вот в настоящее время проводится дезинфекция. Мобильные бригады дезинфекторов трудятся по всему городу. Обработки подлежат общественные пространства, остановки общественного транспорта и автомобильной дороги. За один день в каждом районе в порядок приводят от четырех до десяти улиц в зависимости от протяженности. Применяют два раствора хлора – хлоромет-Б и гипохлорид натрия, в который добавляют шампунь Бионорд. В каждом районе, соответственно, есть своя бригада по обработке остановочных площадок. И также по три единицы в каждом районе состоит для обработки проезжей части. Обрабатывается вторая, третья, четвертая категория улиц. Наиболее часто, где проходит движение общественного транспорта и более часто пешеходный трафик людей. В подъездах жилых домов тоже ведется война с COVID-19. За качество и своевременность дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах ответственность несут управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Начиная с 31 марта этого года, когда губернаторам было введено постановление об ограничении в связи с коронавирусом, санитарная обработка города проводится практически ежедневно. Единственное, что на это может повлиять – это погодные условия. Запасы хлорамина у предприятия есть в среднем на 10-15 дней и постоянно пополняют. Парки Самары и набережную также обрабатывают ежедневно. Не оставляют без внимания и скверы. Их в городе 139. Дезинфицируют их по очереди. За полгода пандемии уже в десятый раз. Санобработку проводят и на улицах Самары, причем уже по 12-му кругу. Их 635. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, темпы и объемы работ по дезинфекции городских пространств в ближайшее время снижать не планируется. В Самаре по-прежнему действует режим повышенной готовности. И следует соблюдать ограничительные меры – надевать маски и стараться по возможности соблюдать необходимую дистанцию, особенно находясь в общественных местах. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Пока другие говорят – мы делаем. Это девиз нового социально-активного движения «Люди-дела». Благотворители, волонтеры, предприниматели, общественные деятели объединились, чтобы совместными усилиями помогать жителям решать ежедневные вопросы. С руководителями проекта встретилась глава Самары Елена Лапушкина и узнала, какие планы и идеи уже есть у активистов. Андрей Горгуленко тоже стал участником встречи. Дворы, приведенные в порядок, новые площадки для занятий спортом и праздники для детей – все это результаты работы нового общественного движения «Люди-дела». Социально-активные самарцы, среди которых есть и молодые депутаты районных советов, объединили усилия для помощи людям. Руководитель проекта Светлана Макушева уверена, что чем больше людей подключаются к решению какого-то вопроса, тем выше вероятность итогового успеха. За счет как раз синергии той общественных деятелей, волонтеров, предпринимателей, благотворителей, я думаю, мы получим хорошие результаты и уже даже небольшая деятельность там нескольких предыдущих месяцев показывает том, что это востребовано, что это нужно. О проделанной работе, о планах на будущее, а также в целом об идеях проекта участники рассказали главе Самары Елене Лапушкиной. Мэр отметила, что всецело поддерживает инициативу молодых людей и выразила надежду, что это движение будет развиваться, и все люди, которые готовы помочь жителям своего города, будут пополнять ряды активистов. Готовы с вами встречаться, готовы с вами обсуждать все ваши проекты, готовы оказывать содействие, потому что очень на вас рассчитываю. Вы – будущее. Как вы себя сейчас зарекомендуете, такое отношение к вам будет. Активисты планируют проводить экологические и патриотические акции и праздники, продвигать здоровый образ жизни, помогать в благоустройстве дворов и общественных пространств, оказывать жителям юридическую помощь, поддерживать другие социальные проекты. Ближайшая акция «Растем вместе». Участники общественного движения помогут первоклассникам высадить около своих школ деревья, чтобы ученики ухаживали за ними и учились беречь природу. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В следующем году пенсии россиян проиндексируют на 6,3%. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле. Это более чем в полтора раза выше ожидаемой инфляции в 2021 году, отметил глава государства. Ранее в Министерстве труда России сообщали, что среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 443 рубля. По итогам августа цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли в среднем на 9%. В период коронавируса в России заметно увеличилась доля необеспеченных кредитов. Чаще всего их берут молодые люди до 25 лет. Число безработных в России в период пандемии достигло 5 миллионов человек. Обо всем этом подробнее расскажет моя коллега Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Светлана, здравствуйте. В эфире новости экономики. Расскажу о них я, Виктория Шарая. В среду, 23 сентября, курс доллара вырос на 0,23% до 76 рублей 27 копеек. При этом европейская валюта снизилась на 0,53% до 89 рублей 48 копеек. Соответствующий курс установил Центральный банк Российской Федерации. По состоянию на 11 утра доллар по самому выгодному курсу в Самаре можно купить за 76 рублей 56 копеек. Евро обойдется в 89 рублей 38 копеек. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,36% и оказалась на отметке 41 доллар 75 центов за баррель. По итогам августа цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли в среднем почти на 9%, а некоторые препараты подорожали более чем на 20%. Тенденцию к значительному росту цен отмечают и производители лекарств и представители аптек. Аналитики объясняют подорожание преимущественно падением рубля и высокой зависимостью отечественного фармрынка от импорта. Так, йод в августе 2020 года подорожал на 29%, линокс на 28%, ртутный термометр на 27%, бинты на 19%, настойка пустырника, левомиколия, анальгин на 18%, поливитамины на 10-13% в зависимости от состава. Медленнее других препаратов дорожают ксилометазолин, смекта, глицин, супрастин и ножпа. В период коронавируса в России заметно увеличилась доля необеспеченных кредитов. Чаще всего их берут молодые люди в возрасте до 25 лет. Рост составил почти 15%, причем в основном молодежь кредитуется в микрофинансовых организациях и по кредитным картам. Эксперты видят в этом тревожный сигнал. Из-за высокого уровня безработицы среди граждан многие из них не только попадут в кредитную кабалу, но и повесят свои долги на родителей. При этом в ЦБ отметили, если молодой человек берет микрозаем и вовремя возвращает деньги, у него формируется положительная кредитная история. При этом доля юных граждан, которые прибегали к автокредитованию и ипотеке, то есть залоговым видам кредитов, снизилась на 5%. В августе-сентябре безработица в России вышла на плата. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации. Взрывной рост безработицы благодаря предпринятым антикризисным мерам удалось предотвратить. Сейчас безработных чуть менее 5 миллионов человек, тогда как в начале года их было 3,5 миллиона. По словам Белоусова, в самом ближайшем будущем количество безработных необходимо сократить, повысив занятость. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Самарские фасады преображаются. В городе капитально ремонтируют объекты культурного наследия. Изменился облик дома мещанина Степана Филимонова на улице Ленинской. Сергей Кизоркин узнал, какие работы провели и сколько на это потратили. 116-й дом на улице Ленинской, признанный объектом культурного наследия, по заказу мещанина Степана Филимонова, 116 лет назад спроектировал и построил известный самарский архитектор Георгий Машков. У него был яркий, запоминающийся стиль. Машков любил украшать фасады изысканной лепниной и оригинальными балконами. На счету архитектора несколько таких домов в Самаре. Ими всегда любуется ценитель творчества архитектора Самарский строитель Алексей Борискин. Мужчина рассказывает, годами ходил на работу мимо 116-го дома по Ленинской и представлял, как бы его отремонтировал. Этим летом мечта строителя сбылась. Честь вернуть первозданный вид фасаду здания выпала именно его подрядной организации. Фирма приступила к работе в начале лета. На тот момент все стены здания были в трещинах, облицовка во многих местах осыпалась. Восстанавливать фасад, рассказывает Алексей, пришлось буквально по крупицам. В итоге вернули дому не только достойный внешний вид, но и первоначальный цвет. Когда наша организация выиграла тендер, честно говоря, я очень обрадовался этому. Потому что это, наверное, единственный был его дом, который был в таком ужасном состоянии. После реконструкции, которую претерпел весь наш старый город перед чемпионатом мира, и он как бы находился в реально таком плачевном состоянии. На ремонт здания культурного наследия ушло 5 миллионов рублей и 4 месяца кропотливого труда. 116-й дом на Ленинской – не единственный, который восстанавливают на средства фонда капремонта Самарской области. В списке 370 объектов. 120 из них находятся в Самаре. Полсотни домов уже ремонтируют. В основном в исторической части города и на Беземянке, где расположены так называемые «сталинки». За время существования фонда нами отремонтировано 166 подобных объектов, имеющие признаки и являющиеся объектами культурного наследия. Сейчас в работе около 100. По 75 ведутся работы строительные монтажные, по 25 разрабатываются научные проекты. В следующем году по программе фонда капремонта будет отремонтировано более тысячи фасадов. Из них 70 принадлежат объектам культурного наследия. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Комплексный ремонт улицы Победы в Самаре завершили на 90%. Работы рассчитаны на два года. Их ведут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году полностью обновили участок Победы от Елизарова до проспекта Кирова. В этом ремонтируют проезжую часть до перекрестка с улицей Гагарина. Как преобразилась территория, увидели наши корреспонденты. Комплексный ремонт улицы Победа вышел на финишную прямую. Здесь уже закончили новую дорогу на отрезке от Елизарова до Гагарина. А также появились новые дорожные знаки, светофоры, разметка и благоустроенные парковочные карманы. Сейчас строители заканчивают работы вблизи пересечения Победы с улицей Гагарина. Здесь обустраивают дворовые проезды и дополнительные парковочные места. Укладывают тротуарную плитку, бордюры и газоны. Основные виды работ совершали по проезжей части в ночное время суток. Поэтому водители, в принципе, оценили наше, так сказать, уважение к ним. И, как большинство водителей, очень позитивно и положительно в наш адрес высказываются. Работы на участке не останавливались ни выходные, ни ночью. Улица Победы – одна из основных улиц в городе. Основной объект, который соединяет въездные дороги в город и непосредственно центральную часть города. То есть это основная транспортная магистраль. Безусловно, у них не самое пристальное внимание как со стороны жителей нашего города, так и со стороны органов, которые отвечают за выполнение работы по ремонту данного объекта со стороны администрации городского округа Самара. Данный объект, безусловно, требовал уже пристального к себе внимания с учетом и необходимости комплексного ремонта в том числе. То есть до этого выполнялись именно мероприятия поддерживающего характера. Самарцам такие перемены в городе по душе. Удобно будет ходить, и пошире будет, и, во-первых, и карманы под машину, под стоянку. Нормально, классно. Особенно переезды через трамвайные пути, вот это вот, это еще лучше стало даже. На участке уже установили 47 светофоров. Это почти половина от запланированного. Комплексный ремонт Победы ведется в рамках проекта «Улица Победы», который является составляющей частью дорожного нацпроекта в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Закончить все работы здесь планируют к началу октября. Работы ведутся по контракту жизненного цикла. Это значит, что подрядчик будет обслуживать дорогу в течение трех лет. В случае необходимости проводить ремонт и расчищать от снега зимой. Виктория Шарая, Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Цифровизация туризма и переход на электронную путевку. Сегодня это главные темы, которые звучат на всех туристических конгрессах. Что предполагает новая система, на каком этапе сегодня ее разработка и как цифровая путевка может обеспечить защиту прав потребителя в сфере туризма. Об этом наш следующий сюжет. Ирина Фангюнг в туристическом бизнесе уже около 20 лет. Говорит, когда начинала свою карьеру и подумать не могла, до чего дойдут технологии. Сегодня главная тема всех туристических конгрессов – цифровизация туризма и переход на электронную путевку. Сам процесс начался уже пару лет назад, рассказывает бизнесвумен. К нему можно отнести, например, онлайн бронирование авиа и ЖД билетов или выбор отеля по мобильному приложению. Необходимость водить электронные путевки стала очевидно весной, когда эпид-обстановка парализовала работу туроператоров. Новая электронная система абсолютно прозрачна. Она гарантирует туристу возмещение убытков в случае банкротства туроператора. Причем гарантии двухсторонние. Оператор также оказывается в выигрыше. Даже пять лет назад многие нововведения, они, конечно же, и в сфере гостиничной, и в сфере туристической, они представляются как фантастические. Сейчас, на данный момент, нравится это или не нравится, все равно мы заходим в новую эпоху. И поэтому, конечно же, самое важное, чтобы те инструменты, которые применялись, регламентирующие документы и какие-то системы со стороны государства, главное, чтобы они, так скажем, не только позволяли обременять рынок какими-то регламентациями, но помимо этого еще и, может быть, оптимизировали многие процессы. Это тоже очень важно. А система электронного документа оборота позволяет это сделать. Каждому туристу при покупке путевки в онлайн-сервисе будет присвоен номер, под которым будут храниться данные о предстоящей поездке. Контроль за этими сведениями, а заодно и за деятельностью туроператоров, будет вести государство. Сейчас проводят согласование нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать работу системы. Здесь большая зона ответственности у наших IT-компаний, у наших туроператоров, у органов государственной власти, которые регулируют этот рынок. Это они, одни предлагают эти решения для того, чтобы оптимизировать некоторые процессы, повысить их эффективность, а другие, являясь регуляторами, устанавливают правила применения этих цифровых технологий. И вот от того большого широкого консенсуса, который должен сложиться между государством, людьми, которые пользуются этими услугами, разработчиками этих услуг, продавцами этих услуг и IT-компаниями, будет зависеть степень проникновения во многом. На конференции обсудили также и другие проекты, позволяющие цифровизировать отрасль. Один из мобильных операторов продемонстрировал приложение, по которому можно отследить, в какие места Самарской области чаще всего выезжают туристы. В этом году в лидерах оказалась Сызрань и национальный парк «Самарская лука». Елена Малютина, Мария Левина, Сергей Баскин. События. Баянисты со всего мира в эти дни съехались в Самару, чтобы попороться за победу в международном конкурсе «Виват Баян». Музыкальное состязание проходит в шести номинациях в зависимости от возраста участников. Победители получат денежные призы и возможность принять участие в конкурсах «Трофей мира» и «Кубок мира». Подробности в следующем сюжете. 12-летняя Стишана Калмогорцева – аккордеонист со стажем. В составе трио вместе с сестрами занимала гран-при, а в качестве исполнителя соло неоднократно становилась лауреатом. В Самару приехала впервые и прошла отборочный тур в номинации «Малыш классика». Я использую, точнее, играю Баха, Репникова, Шумана. Большинство классиков. Я хочу связать свою жизнь аккордеонным, потому что это часть моей жизни. В этом году большинство музыкальных конкурсов в стране прошли в формате онлайн. Но художественный руководитель конкурса «Виват Баян» Сергей Войтенко решил, что люди устали без живого общения, да и выступающие должны чувствовать отдачу зрителей. На самом деле офлайн история, она гораздо лучше, сами понимаете, когда члены жюри могут увидеть и услышать человека прям живого. И участники тоже очень рады, что именно есть возможность выступить в офлайн режиме. Конкурс наш отличается тем, во-первых, здесь у нас всегда приятная обстановка, у нас всегда по-домашнему, к нам с большим удовольствием едут участники. И каждый раз я слышу от разных участников, они говорят, мы еще раз приедем. От тех, кто уже приезжал или кто вновь приехал, мы еще раз приедем, мы хотим, потому что нам здесь очень нравится. Это один из таких базовых, якорных наших фестивалей. Ну, во-первых, потому что Самара родина баяна. Во-вторых, потому что действительно традиции баянного исполнительства имеют в нашем регионе очень серьезные корни. И, конечно, очень важно, что это фестиваль, который поднимает таланты, что называется, с земли. Проект организован при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». География участников конкурса широка. Побороться за победу в Самару съехали с исполнителей из Ленинградской, Ростовской, Саратовской областей. В течение пяти дней в дирижабле будут проходить конкурсные прослушивания и мастер-классы. А завершится все гала-концертом лауреатов на сцене филармонии. Ход на все выступления свободный. Виктория Шарая, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова